И против чего-то, а просто так, при этом против героя, который его неплохо кантри. Поэтому пока что не нравится мне, что делает малый супер. Так, давай посмотрим. По поводу... Мне хотя бы, знаешь, мне нравится в целом присутствие Найт Сталкера. Я этого героя, ты знаешь. Люблю, как четвертую позицию. Ну, дело в том, что все-таки по уровню между командами, даже вот если немножко IG Vitality просадится в теории в пике, у них все равно может быть все очень даже неплохо. В плане, все-таки посильнее там игроки. И приход вот этого Миракла, он недавно в этой команде играет, он благоприятно сказался. По крайней мере, последняя встреча их была против Ньюби, которую они выиграли с отсчетом 2-0. Также на ДПЛ. Все так, все так. Поэтому, может, это будет, скажем так, матч в одну калитку. Ну, посмотрим. Если с Ньюби они справились, это очень удивительно, то, по крайней мере, с Team Maximum у них, по идее, не должно вообще никаких проблем возникать. Как оно... Это как бы, опять же, теория, что на практике в ДПЛе может случиться много всего разного. Думаю, что IG Vitality, ну, раз у них новый игрок, это дает определенный, знаешь, такой буст команде в плане морали. Все будут больше стараться. И если это так будет... Но ведь T-Max не Virtus.pro, чтобы больше стараться. Нет, я про IG Vitality. Ну, я говорю, T-Max не Virtus.pro, поэтому нет смысла стараться. Или ты хочешь сказать, что ты пропустила всю драму? Ты пропустила всю драму? А, ты про... Как ты могла? Нет, я сейчас еле поняла. Ты про Саншенга, то есть то, что он написал, что Китай будет выигрывать. Да, потому что кто-то сказал, как вам соперники Fani. Вот, и они сгорели. Очень сильно. Теперь они будут готовиться к ВП, будут стараться против ВП, а T-Max-то не ВП, поэтому IG Vitality стараться здесь не будут. Потому что никто из китайских команд на DPL не старается. Даже при объявлении трех квот на турнир за первое, второе, третье место, все равно все играют спустя рукава, потому что, ну, не положено. Не положено. Ну, стоит отметить, что на самом деле может и все-таки они не совсем стараются, но тем не менее, я уже говорила, новый игрок, он дает тебе такой буст в плане, знаешь, ты начинаешь больше стараться все-таки. Ну, не знаю, у тебя как-то плюс мораль в команде. Вот ты вот, когда ты в многих командах переиграл, когда меняли игрока, менялось что-то вот в составе? Мораль-то она по-другому совершенно идет. Опять же, вот, посмотри, Virtus.pro поменяли игрока, которого хотели, в которого были уверены. Сразу вверх пошло все. То есть, есть такое. Главное на этом не останавливаться. Двауэр против СФа будут в миде, в принципе. Стоит отметить, что здесь будет помощь у Двауэра в лице Чена. Вообще, интересно, на какую Чен линию будет играть. То есть, пойдет сложную помогать, как многие делают, либо наоборот в мид. Варианты, в принципе, имеются. Ну, еще, я думаю, как-то послапать, потому что нужно выстроить игру так, чтобы не было большого количества денег у ОД, и небольшого количества денег у гирокоптера, так как в ЛДе очевидно, что ОД плюс Гирич сильнее будет, чем ДК СФ. Но игра строится же не только на 60 латах, до этого еще всего надо дожить. И сейчас будет решаться, кто куда пойдет, кто где как стоит. И, судя по всему, Тимакс хотят отправиться сразу в пятером бот, чтобы, как говорится, на деле проверить, а не на вардах, кто там будет, и, возможно, заработать немного деньжат на этом. Поэтому Меркель идет в опасном направлении. Очень опасно. Ну что, да-да, прочитал, как говорится, игру. Или ему сказали, или это его стандартная утренняя пробежка. Дошел до середины, до расстояния между Т1 и Т2 Тавром, и развернулся, уходит куда-то вообще непонятное. Спрятался просто вообще, что он прям зажался между деревьями, вообще просто никак его не найти. Но и благодаря этим действиям он выживает. Но зато варды поставили. Не знаю, где до сих пор кто находится. Поставили вот такой вот вард во вражеском лесу. Вард, посмотрите, какой в миде. Два варда прям рядышком. Очень хороший, кстати, вардинг. И еще один вард надо поставить Виталиком. Этим будет заниматься Тускаром. Они, кстати, побежали. Мало супер рвется к рунь, у него есть сейчас будет банк, он может успеть урвать ее. Но он забил. Просто не кидал в спину немного на сталкера, и в итоге 2-2 по рунам. Никто не выиграл, никто не проиграл. Абсолютно верно. Так, куда-нибудь вард, не интересно. Просто он поставит, на самом деле. Я думаю, сейчас разберутся. В любом случае, Чен уже бежит. Заняться тянетчиком, крипыт с минуты. ТП-шит на базу. Полпачки. Почему хорошо вместе с гирокоптером на двоих блокируют. Эту линию. И в итоге минус линжевой крип, минус милишный крип. И еще сейчас пойдет, наверное, Вич доктор стрелять. И пошла тут же перетяжка. Все же, то есть не хотят они выставлять ДК против гирокоптера. Не нравится им эта линия. И происходит вот такой вот замечательный слаб. Ногами. Потому что если он сделает репорт против них, то же просто сделайте репорт. Мне будет ситуация еще хуже, так как ДК окажется еще и в сложной линии. И получаю вот сейчас экспу. Ну, бустится гирокоптер, и любой герой, в том числе. Например, там дум, который очень приятный. Верю мастер. Кто-нибудь, думаю, его команда не придет. Вот. Будут получать дополнительно ракету. Какой-нибудь дополнительный бараж. То есть что-нибудь и ничего с ним сделать не смогут. Хорошо. Давай посмотрим. Тускар. Ну, Тускар, кстати, неплохо прогнал дума. Тут Тускар-то сильный, но это дума. То есть дума пока. Я понимаю, он пытается определиться. Хочет он качать землю или хочет качать Девавер. Потому что если он качнет землю, ну, это и плюс реген и так далее. То есть вроде можно будет не умирать. Тоже пришлось определиться. И все, перестал, говорится, умирать. 18 хапориген, 27 по тангусам. Ну, такой вот мини-ДК. Его просто так нельзя пока земля активна. И смог пережить. Но все-таки вот не любит. Я бы так сказал. Этот герой лоу-левел. Потому что у него посмотри, насколько плотно. Бустится и дюрэйшн, и количество регена с земельки. Поэтому вот он... Ну да, очень сильно. Я не любит лоу-левел, когда на него нападают. Приходится нажимать, запускать куда он сейчас могут проблемы. Там еще в центре стоял на ванвардах. Найти сталкер долгое время. Поднимай, сэф. Может быть, сколько-то грибов не досчитывается, потому что я пытался не подставиться аккуратно. И вот пошел в Ивасим. На руну. И посмотри, что с Найт Сталкером стало. Это три кайла второго уровня. И где его лицо? Он очень просто жестко. То есть он уже и у Файрфайс ел, Найт Сталкер. И не просто так. Это прикольненько так. Второго уровня. Рейзы. Под Хараселя, под Хараселя. Если бы там еще рядом. Ведь и Доктор был, то скорее всего... Там был, но не успел подойти. Там вообще можно было бы и фраг сделать. Притом First Blood. Который еще у нас, кстати, никто не сделал. Как дела у Гирча? У Гирча все хорошо. Ну, и посмотри, против Бримастера не так-то хорошо, как могло бы быть. То есть у него 7-5, у Бримастера 11-5. Так что у Бримастера получше. И в кое-очевидно мешает. Но Гирокоптер тут, именно как вырисово, сам не доигрывает. То есть хороший Гирч, он может менеджить свои скиллы. И вот в случае, если надо давить крипа, потому что в тебя кинулипи, вот просто, скажи, бараш, например. Абсолютно верно. Видимо, тут плюс еще Чен. Кстати, выход на Бримастера. Под замедлением. Еще буквально пару ударов. И это First Blood. First Blood у нас от Night Stalker. Именно он добивает Брим. Хороший выход. Это, кстати, хорошо, что именно он добил, потому что получает плюс бабки. Это, скорее всего, какой-нибудь тапок. С тапком он сейчас как раз-таки под четвертый минут уже получается. Hunter and the Night хороший за буст. И можно в роботе будет выйти еще раз. Не желаю, чем неудачно приехал. И сразу же получил очень много урона. Но сюда уже делает телепорт Вич Доктор и напрягается. И они сейчас за его умрут, потому что через 5 секунд будет ночь. Торнадо, торнадо. Три, две, одна. Оп. И вот теперь можно залететь прямо туда через лес. И дать воет. Да, вот так. Даже без подлета. Ну так почему бы не убить теперь и Супера? Потому что Night Stalker 9 армора под совухом. Его тавр вообще никак не пробьет. То есть спокойно забегаешь и разваливаешь. Не хочешь получать много урона от тавра, скрюти дэмэдж, черно, скрипай и минус 3. Вот совершенно на пустом месте, потому что пик. Но на стриме на своем я бы сказал, что он плохое слово, а здесь скажу, что он просто плох. Ну, лайнинг. Не совсем пик, а вот именно лайнинг. Не, 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 именно пик, потому что ты не можешь. Полностью тебе не нравится. Ты не можешь ничего сделать с текущими саппортами на всех трех линиях одновременно. У тебя нечем пробить думу, потому что у тебя против него стоит ДК. ДК не тот герой, к которому ты приходишь, а вы на вид что-то можете. То есть теперь представь на секунду буквально, что на первом месте ДК стоит квопа какая-нибудь. Приходит узкар, закрывает квопа, уже здесь, уже впрыгнул, уже замедлил, уже бьет. И ты просто хочешь, наказываешь противник, из-за этого вынужден как-то аккуратно стоять, не дофармить и так далее. А что может сделать сейчас ДК? То есть в рамках лайнинга, это он именно терпит. Ну вот я тебе и про это и сказала, что в рамках лайнинга он слабый. А ты сказал, что полностью пик. Вот, и у тебя вот лайнинг заканчивается когда-то, когда у нас сталкер уже есть с ночью, когда у тебя уже есть ульта у герокоптер и так далее, есть хороший флаг, и ты уже слабее в замесе, не в линиях и так далее. Казалось бы, еще можно выцепить какой-нибудь момент, когда есть, ну допустим, какой-нибудь даггер ДК, и вы играете от ганга. Так и по вижену у тимакс все в разы лучше из-за того же насть сталкера. Он ночью прекрасно видит и подрезает противнику вижен, когда он жмёт ультимейт. И сейчас будет выход в бот, на бреу мастера, высканировал лес, понимает, что его там нет, и вот это гг должно быть для бреу. Ну, тускар помогает делать хорошие шарды, но здесь уже не помочь. Никак не убегает. Слишком много урона. Сейчас главная цель для бреу мастера, это как можно быстрее получить шестой уровень, и вот уже с этого момента отыгрывать, то есть от шестого уровня. Еще и за тускаром идут, бреу мастер делает телепорт, но используется шрайн. Шарды, рядом находится Чен. Зря вообще бреу мастер сюда пришёл, тут также, правда, на троих-то как-то что-то сделать. Ну, по крайней мере, Чена они убьют, правда. А вот что будет с Найтсталкером, правда, потому что здесь ещё и гирокоптер. Да, ясно, забрали вичи доктора, разменяли саппорта на саппорта, а в это время ещё и СФ в миде погибает от Дваура вместе с Думом. Причём мог бы он быть левелом 6 и, наверное, справиться и в соло в топе, например, с ДК, или прийти в центр и также в соло убить. Но пока он не шестой, пришлось вызывать ещё УД в помощь, и это ещё не закончилось плачевно. Ну, неплохо начало от акцента, кстати, очень хорошее у них. Минус-вышка, выход на Инджулай ещё раз, он всё ещё не шестой. Пошёл флэк, сейчас будет под замедление залетать Рокет Бараш. Видишь, массует в крипах, чтобы Бараш посплетать. Это очень грамотное решение, и вот его, наверное, скорее всего, не спасёт, но хотя бы смогут выйти в размен, потому что ДК перетянулся. Вот Драгонайт здесь, повесили на него Сайланс. Миссует он вместе с Вичи доктором, они, конечно, всё-таки заберут Драгонайта. Подходит сюда Чен, Найтсталкер вас закрывают, но проблема в том, что Найтсталкер умеет летать. И Тускар, конечно, всё сделал грамотно, Сноубол вкатил прям всех своих тиммейтов. Касочка и буквально один удар от Тускара. Это минус два. Хорошая перетяжка от Драгонайта, которая стоила жизни Гирокоптеру и Найтсталкеру. Притом Найтсталкер погиб, у него была серия убийств. Тоже неплохо. Посмотри, они не хотят останавливаться. Опять же, вкатываются на Деваура. Хорошие шарды и минус Деваур. Очень много хороших действий. Сюда делается Лепорт. Теперь у Исэфа могут быть проблемы. У Исэфа Телепорт в кулдауне. Исэф понимает, что уйти отсюда не получится хотя бы как-то там на развороте раздамажить. Потом и отвести ещё взгляд вражеской команды от своего саппорта, у которого был шанс уйти, потому что у Исэфа уже не было. Ну и Тускар уходят, забирают баунти-роны. Здесь Дум шестого уровня. Сейчас они как раз встречи на речке, пошёл Дум, пошла земелька, пошёл в меч. Ну всё, то есть надо динать как-то. Беремастеру просто как, сможет ли членка с тобой на двоих. Они динают, они динают, они динают сто процентов. Да, молодцы. Сто процентов динают, потому что телепорт был сделан. Ну и короче, они молодцы в этом плане. Дум был потрачен в пустоту. Кулдаун запущен, кулдаун очень большой. Поэтому Дум здесь немножко поспешил. Сейчас его считают, что надо будет забирать через ультимейт. Да, кстати. Беремастер или нет, и нечем зарегенивать себя из такой ситуации. Тем более сюда ещё и Видждоктор подходит, который готов помогать. Ну и Чен, кстати, тоже сделал телепорт. За ним уже идти. Хотя, смотри, какие агрессивные. Просто Видждоктор потратил каски. Соответственно, лучше переключиться на Тавр. Драгонайт подрубает форму. И можно забирать Тавр. Ну или, по крайней мере, прохорясть его. Как там получится. Будут, смотря, будут ли дефити этот Тавр Тим Макс. 86 хп регена. Он под фаской вообще легко вытанчивает, зарегенивается. Но Герыч уже тут с ультимейтом. Я думаю, что при любой перетяжке, при любом подходе. Вот я вижу, и Дум уже сюда возвращается Шрайна. Пород по вардам. Они могли бы сразу ворваться. Если бы вдруг Ревитальти здесь остались. Ну, думаю, он не так страшен без своего ульта. То есть, у него всего шестой уровень. Если сравнить Драгонайт, например, тот же восьмой уровень. И забрать его... Вроде бы да. Вроде бы да. Но четвертая земля, она все еще четвертая земля. Очень много урона. Очень много хп регена. И теперь она еще длится два года. Там в центре нападения. Да, убивают ОД. Слушай, как я так... Кстати, Чен бы рисковал, но Шардами не попадает в этот раз в Догфайтс. Забрали Девауру уже второй раз. А Девауру все-таки мидер. Не хотелось бы его терять, когда у вашего мидера меньше натворства, чем у Дума. Это немножко удручает. Тем более, Дум не так хорошо изначально стал на линии. А потом вот статистика 1.1.0.2.1 у Деваура. Сталкер, левел пятый. Урна. Такой стандартный НС. Седьмой левел Бремастера. До Даггера, конечно, здесь очень долго. Это мягко сказать. 1.4.2 статистика. Но, тем не менее, сейчас уже ПТ-шку купят чуть более плотный. Правда, планируется на него выход. Имеется ультимейт у Дума, и он под инвизом. Замедление. Ну, и сразу сайланс. Будут пытаться, наверное, убить без Дума. Ну да, то есть у них есть возможность... Как говорится, в игре записывая тайминги, я думаю, они примерно понимают, что у него еще ультимейта нет, и поэтому решили не тратить. И когда он вернется, его можно будет убить еще раз. С Думом уже. Абсолютно верно. Абсолютно правильно все говоришь. Соответственно, здесь еще одна смерть ему. И будут сбивать тайминги появления блинка. Что для премастера крайне важно. Он даже фигбай 2 поставил. На случай, если вдруг одного не хватит. Но идет ответная перетяжка. Смог в топе готовиться выходить на гирокоптер, но он дает, наверное, инфу, что в центре никого. В боте едва его тиммейт, в боте тоже никого. Поэтому уходит в стоп-линии. И похоже, что это с его стороны крайне удача. Это калле. Как же я на самом деле скучала по калле. Пробуют. Так, пытаются выйти на сэфа, но он тоже не лакомшит. Прочитал момент, но вышку задефать. Вряд ли получится. Выходит еще крепкий ченом. И должен идти размен. Да, ДК нажимает форму. ДК уже готов. И начинается размен Т1 на Т1. У Рейдент еще есть Глиев. Они его заюзали. Идет смок-атака двух саморотов спином. Два кор-героя залетают в лицо. И сейчас будет драка без ДК. Тем более только сейчас начинает. И Тускар вкатывается. Сразу станчик по гирокоптеру. Хотят именно его первым зафокусить под Меледиктом. Гирокоптер успевает дать кулдаун. Но тем не менее сам он отъезжает таверну. В итоге разменяли СФ на гирокоптера. Дальше еще цепляют Девауэра. Драгонайт. Станчик. Поставил Дезвард. Вич Доктор. И это даблкил для Дума. Соответственно здесь Дум забрал у нас Тускара и СФ. Здесь потеряли Девауэра и гирокоптера. Но Драгонайта здесь уже так же не отдэфить. Касочки летают очень неплохие. Можно попытаться забрать Дума. Он под Меледиктом. Меледикт какого? Уровня четвертого. Соответственно Дум здесь не... Он умер. Точно. Умирает. Абсолютно верно. Ну а теперь идти за Супером. Ставится пауза у ТСФ. Он тоже погиб. Он тоже погиб. Поэтому ты смело можешь говорить, что размен 4 в 2. Ну просто потому что ночь. А ночью от Найт Сталкера Вич Доктор плохо убегает. Хотя на самом деле... Во-первых 4 в 3. Ты забыл про то, что гирокоптер умирал. Да, ты права. 4 в 3. Я про то, что на самом деле я так тоже поспешил. Потому что гипотетически он еще успевает кинобанку дать тэп аут, если ошибется. Тим Макс. Потому что гипотетически опять же Чен... А тут нету луны. Казаться просто в одном этом. Ну сейчас посмотрим. В одном пикселе. Мне кажется, если Супер сейчас зайдет на хайграунт и попытается сделать телепорт, то у них есть шанс. У Супера, у Супера. Попробуем, попробуем посмотреть. Я боюсь, что у него слишком мало хп, плюс в нем висит медалька, плюс на нем... Он решил даже не делать. Телепорт? Да, то есть ему нужно было давать банк. В итоге сейчас еще гирокоптеру отдастся. Да, это такое себе решение. Лучше бы попытался. Кто знает, кто знает. Не, может быть и не лучше, потому что я бы нарезался без телепорта. Тоже, тоже верно. Если бы вдруг погиб. А так, ну имеется в виду, что потянул время, там, еще что-то поделал. Просто не стал даже пытаться кидать банку, это не очень хорошо. Абсолютно верно. Так, 0-3-2-2, конечно, ситуация печальная. То есть он по нетворцу теперь, я сравнила его раньше с Doom, теперь сравниваю с Night Stalker. А Night Stalker в данной ситуации у нас саппорт. Но, стоит отметить, что у него статистика 6.1.6, что для саппорта, конечно, очень здорово, пока NS в своей команде отыгрывают очень здорово. Посмотрите, вот, то есть статистика команды 13 фрагов. Он поучаствовал в 12-ти из 13-ти. И я думаю, что это достаточно неплохо. Смоки от IG Vitality. Точнее, от троих. И Night Stalker Драгонайт прыгает немножко не туда. И Night Stalker отсюда уходит. А Драгонайт может еще и подстрять. Но вот опять летит на своих крыльях ночи. Doom Ultimate cooldown еще 28 секунд. Вичдоктор под Сайленсом, поэтому он не может дать каски. Но вот сейчас вот дать касочки, но каска полетела очень плохо, поэтому здесь Вичдоктора решили отдать. Они правильно сделали. Хорошая перетяжка от T-Max была. Ну и сами, конечно, ошиблись, когда Night Stalker не получилось зацепить. Так, ну и что у нас с тобой? 9-14 перевесов чуть меньше тысячи. Совсем немножко, да. Даже перевесов словно. На опыте неплохие выступления, контролят баунтируны и так далее. И простые руны, кстати, забегают, беру мастер на хосте за Night Stalker. Но вот главная проблема Night Stalker, или точнее борьбы против него, то, что он ночью бегает, как будто бы под вечной хостой. То есть нажал ФСД, 531 успит. И теперь хочешь уже убегать не за ним, а от него. И перешла перетяжка вниз. Должны сейчас цеплять, видеть же, и герокоптера, и чена. Но они так плохо заходят. Очень плохо заходят. И сейчас сразу надо попробовать просто зафокусить вич-докторах. Вич-доктор вновь ставит большое количество урона. Ну, забрали тут скара вич-доктора на чена. Так. И улетает. Улетает герокоптер. Просто два саппорта на одного разменяли. Но это, опять же, в плюсы для тимурокоптера. Насажда, я и герочи просто получила себе 700 экспы за эту драку. Мне вот, ну, ладно, что там, размен не очень удачный. Но то, что все деньги и всю экспу забирает вражеский корот, совсем плохо. То есть у них так, с герочем будет проблема. У них еще будет проблема суда и так далее. Они подливают масло в огонь. Примастер. До сих пор без блинка. 1.5.5 статистика у Джилая. Тарангфилла приобретает себе Чен. Вообще, будет собирать именно Мекку. Давно я уже не видела Чена, который собирает Мекку, если честно. Но вот в последнее время это сплошные какие-то там медалька, солар, что-то в таком духе, форстафы. И Аганим, конечно же. Не будем забывать про этот артефакт замечательный. Не будем. Пока появляется даггер. И вот второй герой уже готов врываться. СФ тоже очень близок к тому, чтобы купить третий даггер. А вот время. Супер. Получает ракету в лицо. Получает. Тут даже бараш, тут даже получает флакена. И когда у него вместо лица остается кашка, отправляется в таверну. Тут еще дело в том, что у нас, возможно, будут убивать СФ, но хорошие шарды от Докфайта и не будут теперь убивать. Теперь им можно даже на развороте что-то придумать. Найт Сталкер, Телефорт и уйти. Хорошо. Сбить не получилось. Но самое главное, что они засейвили СФ. То есть этими шардами Стана от Драгонайта. Да, он потратил форму, но тем не менее, они его засейвили и не дали использовать Doom. Что немаловажно. По поводу... Правда, Герокоптер все это время фармит. И у него такими темпами уже близится блокин бар. Он еще, если тавер заберет, то там вообще... Пошла перетяжка, он тоже читает это дело. Грамотно отходит. Главное сейчас не нафидонить. Ну, вообще, в принципе, этот рядом находится СЧАННОДУ. Так,ойдет сейчас большие проблемы у СФ. Все-таки его найдут, да? Нет? Нет, нет, нет. Там Вич-доктор краем глаза увидел. Крылья Дума и успел дать инфу. И СФАННОПОЙТОВАТОВАТОВАТОШЕЛ. Но вышка они сиро теряют. То есть 2 за деф их не удалось. Это очередной за буст абсолютно всего коллектива. Поэтому сейчас улетает Герокоптер в топу и дофармливать Блэкинг Бар. И после того, как он его дофармит, с ним будут в драке совсем большие проблемы. Потому что пока СФ собирается через МАК ДПСера, ДК тоже пока вот... Ну вот, Даггер и пол-БКБ это не те слоты, при которых он может с Герокоптером хотя бы как-то драться. И вот так вот листаешь всех героев. Вот беру мастера, проверяешь Тантуз, Комиш-доктора. Ни одного героя нет, который хоть что-то сейчас делает в БКБ Герокоптер. Если он на реакции будет успевать нажимать, то я... Для Эльжи Виталити, как говорится, скорбные новости. Но пока нападает на Думу, которого БКБ нет, и его удается быстро брать. Хороший смог атака, отличный выход. Ну, знаешь, что можно еще сказать. Соответственно, в такой ситуации Герокоптер, он, конечно, носит очень много дэмэджа. Но не сказать, что прямо сейчас он всю вражескую команду может пробить. Того же Драгонайта, очень плотного, да, и так далее. Ты можешь просто переждать этот Блэкин Бар. Твоя задача, точнее, даже, переждать этот Блэкин Бар. А потом уже драться. В это время просто фокусить команду. Брюмастер, Праймл Спейт, потому что его как раз начали фокусить. Пошел камешек Герокоптера, поднимает его в утра. Ну, а продолжение, продолжение, команда уже рядом. Блэкин Бар прожимает Герыч, поставил свой кулдаун. Все стараются отойти. Герокоптер живет. Драгонайт не знает, кого фокусить. Но как раз можно попробовать Девауэра. Брюмастер заканчивается Праймл Сплейт. Он отсюда отпрыгивает. И вот теперь уже Тим Макс на развороте. Без Праймл Сплейта очень сложно. Девауэр в Астрал цепляет у нас Тускара. Тускар прячется в Сноубол. Но это всего лишь время. Потому что итог уже ясен. Здесь его никто не отпустит. Это превосходство для Герокоптера. Далее, следующее действие, скорее всего, пойти попробовать забрать Т2 Тавер. В принципе, захватить территорию. Может какой-то вардинг проставить. Но не будем забывать, что у Герокоптера кулдаун Блэкин Бара. И так просто свой Тавер Айджи Виталис отдавать не станут. Тем более, у Драгонайта появляется Блэкин Бар. Они всегда не станут, но выходят не в лучшую позицию Инжу Лай. Сейчас будет его неплохо выстрелять. Должен сервис тиммейт ОД. Да, так оно и происходит. Но не может под тайминг дать сейчас что-нибудь. И поэтому Геррич погибает 5 секунд. То следующий Блэкин Бар. И Сорян поднимает Вьюл еще его Д. И это второй минус. Просто отвратительные действия от Тим Макс. То есть я вот буквально только что озвучила то, что у Герокоптера кулдаун. И если я это вижу, я думаю, что он тоже это видит. И, соответственно, нужно было сыграть чуть-чуть более сейвого. Так, стоит еще было отметить, что там находилось только 2 кора. Остальные тиммейты были просто даже не с ними. Вы находитесь полностью на вражеской территории. В таверне был только лишь один Тускар, который быстро резается из-за того, что он все... Просто банальный саппорт. И тут уже, как вы видите, все произошло достаточно быстро, просто. И предугадали действия полностью. Предсказуемо. Предсказуемо пока что выходит на хосте Дум. Он мог бы напасть на Инжу Лай. Успеет ли? Нажал землю, но не успел. Съедает еще Сабуха. Интересный выбор. Тебе казалось, что уже пора искать какого-то волчка, может быть, какого-то героя. Точнее, не герой крипа, с каким-то хорошим. За бустом ауры, на скорость бега, ауры на вайфере, я не так плохо в рамках пуша. Лучше всего ликонтроп какой-нибудь этот мелкий альфа-волк зайдет. Но он почему-то выбрал именно Сабуха. Хотя три армора здесь, мне кажется, ничего не решают. Появляется ВКБ у СФ. Тоже, да, мы как раз хотели это обсудить. Вообще, это билд его уже достаточно неплох в плане мобильности, выживаемости. И Юл, и Даггер, и Блэкинг Бар. И следующим артефактом выбирать себе, ну, после тревелов, линк-сферу. Я понимаю, он просто сразу планирует выходить в 25 веб, когда-нибудь убирать себе кулдаун редакшн. И все слоты делают как раз-таки юз, чтобы максимально эффективно этот талант реализовывать. Я думаю, что после линки какой-нибудь еще и Хекс появится. Потому что есть, как ни крути, у него ДК, который когда-нибудь какой-нибудь урон все же будет давать. И ВТСФ будет, скажем так, балансить его магическим уроном. Своего замечательного таланта на 20-м левеле, который позволяет ему получить плюс 150 демидж на шадов рейзи. Опять же, с учетом того, что у него еще будет 40 кулдаун редакшн, эти рейзи будут доступны куда чаще. И пока что учли на большие проблемы, да, его поднимают. Пороют Бонтос, сейчас будет средний кул, дальний. Ну, и Меронг в таверне. Аркейн Руна. Брёв разультился в топе, поднимает УД. Ну, это он так, убегает скорее. Поразвлекал на линии, запустил кулдаун и отдыхать на базу. Так, а у нас у кого Аркейн Руна? А, у СФ. Может, сейчас ее Драгонайт у отдаст. И Драгонайт использует свою формулу для того, чтобы забрать Таверн. Странно, что, на самом деле, решили отдать именно СФу ту руну. Гораздо профитнее было в данной ситуации ДК взять. Может, ДК просто перетягиваться не захотел. А здесь нашли у нас Думчика. И здорово, на самом деле, вышло в итоге. СФ и Ультимейт дал, и Райзы. Прожимает Блэкин Бар. Блэкин Бар также от Геррокоптера. Астрал у нас прячут Вичи Доктора. Его за секунду распилили. Но самое главное, что размен в плюс на данный момент для IG Виталити. То есть они саппорта пятой позиции поменяли на Дума, который, в принципе, там, Творс достаточно неплохой имеет. Но явно больше, чем их, по крайней мере, Хардлайнер. Поэтому для них это в плюс. И БКБ еще, кстати, потратил Геррокоптер. СФ тоже потратил, но... БКБ-то не только он нажимал. Я тебе больше скажу. Там все пока, кроме, наверное, ДК, активно его используют. Просто по кладауну нажмут. Поэтому буквально минут через 10 у нас уже будет ситуация, что пережить нужно мой Дракисово 5 секунд. И после этого герой перестанет быть таким опасным. Но у Тимакса есть еще Дум, который когда-нибудь Дум нажмет. И у тебя БКБ может не работать от слова совсем. Просто потому, что ты не сможешь его нажать. Инджилай, понимая, что его фарм оставляет желать лучшего, решил пойти... Во все тяжкие. Во все тяжкие. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Он пошел просто в лун, так, знаешь, и приобретает себе Миндасик. Почему будет и нет? Тем временем смок атака началась. Четвером выезжают в Сорн-Топ. У них вот этот Тотвард видел перетяжку трех героев сюда. И будут их выискивать. Находит Тускар с Сигилом героев. Но Сигил не разревеливается. И сейчас будет выходить. Скан от силы тьмы, которая попадает. То есть они знают, что где-то здесь находится. Но Тускар... Еще вардом вот этим его видели, пытаются выйти в спину, но он уже растепешился, среагировали. И не подставились. В итоге позицию занимают, вышку заберут, но противника здесь они не найдут. И Брюмастер уже врывается в центре и будет забирать Т1. Да, тем более тут просто 100 хп от Т1 Тавара. Нужно было бы его добить. И крипы с этим справляются на ура. Но выход в спину и Брюмастер распрятались. Сайланс. Что не дает скастовать Праймал Сплит. Ну и успеет. Он должен успевать. Хотя, в принципе, пока ему это и не нужно было особо. Хотя вот сейчас, буквально на 45 хп успевает Праймал Сплит. Дума уже забрали. Следующая цель у нас была бы Найт Сталкер. Так его тут спрятали. Хорошо. Найт Сталкер все ушел. Скорее, ты пошел член на базу. Я думала, что его в Астрал засылало. И вот он только что сделал ТП обратно. Ну ладно. В любом случае, замес выигрывают для себя. И на IG Виталити. Еще и цепляют Геррокоптера, который уже после Брюмастера. Теперь его Найт Сталкер уже можно убрать. Качается ночь. Также погибает. Это минус 5, притом 5 в ноль. Я изначально подумала, что спрятал Найт Сталкера. Одно другому не мешает. Просто если его прячь, то он возвращается в драку. А если его отвратишь на базу при этом, то он на базу прилетает. А в драку не прилетает, не остается. Приходится возвращаться отдельно. И драк из-за этого, в том числе, Сталкер Парас Павл для того, чтобы Герой убрать своего. И берешь 4 в 5. Не получилось все-таки на личном исполнении, на вот этих вот ошибках. То, что Дум решил не добивать Брюмастера, дал Дум в СФ. СФ откайтил Геррокоптера, тот повелся. То есть выманил его на ДК. И вот разделилась драка, при этом не добили Брюмастера в самом начале. И все это приводит к тому, что падают 5 героев. Сейчас падает Рошан. И можно будет под Эггис выйти добрать какие-то внешние тавераны, например, тавры в боте. Да, тем более там 2 сразу можно забрать с Эггисом. Почему бы и нет? Они сейчас вот этим самым действием до 7 тысяч увеличат свое преимущество. Закупятся, подригинятся. И вот как раз можно по боту пройтись, 2 тавры разобрать. Вижен расставить здесь и продолжать давить. Тем более сейчас у них есть все возможности для того, чтобы это делать. То есть если они так замес выигрывают 5-0, то теперь с Эггисом у них шансов еще больше его хорошо провести. Я бы даже выглядел, что у них помимо Эггиса все-таки добралось я в свой 20-й левел. Поэтому теперь у него будет куда больше урона с рейсов. И можно будет идти в драке довольно плотно наказывать героев. Потому что я хп чена. Но вот старые 3 кла с учетом маг резист, с учетом мекки, ну он вроде как выживает. А текущие 3 кла вроде как уже и не выживает. Потому что урона, конечно, совсем много. С каждого из них 450. Или там еще настакивается по 80 урона. И не хватает хп у чена, не хватает определенного. Даже без ультимейта. В смоках хайджа виталити. Отправляется. Здесь уже есть брюмастер. У него, кстати, 3-800. Сейчас будут прыгать на Найт Сталкера. Даже не жалеют праймап сплит. Нужно цеплять было, конечно, Деваура. Но решили просто... Они его на самом-то деле цепанули. Будет ли продолжение? Вот в чем вопрос. Чен рядом. Да, сейчас опускают. Но он... Дум уже летит. Дум уже летит. Станчик. Шарды. Мека есть. Однако это... Ну ты пошли на базу. Как? Я, честно говоря, уже думала, что все. Повесили, причем даже весель, но не успели до Мекки его закинуть. Поэтому он выживает. Мека помогла в этом случае. Но в любом случае они забрали Тауэр. Они заходят на хайграунд, так как Драгонайт под формой. И Драгонайт вылетает на Герокоптера. Герокоптер не успеет прожать даже Блокенбар. Нет? Но его спас ОД. Да, он даже на базу не отправился. Просто сгорел. Просто сгорел. Я говорю, что настолько это очевидно, но они все равно подставляются. И это вот... То, про что я тебе говорю, что личное исполнение. И Т-Макс, конечно, хромает. Но Пик они выверли здесь. Ну, конечно, конечно. На самом деле, я, в принципе, с тобой согласна. Пик у них и правда был хороший. То есть то, как они на линиях себя вели. Изначально там Найт Сталкер очень много дел. Это, на мой взгляд, очень сильно... Именно даже не просто личное исполнение. Потому что на линиях-то хорошо было. Вот тимфайты у Альжи Виталий просто гораздо сильнее. Они здорово кайтят, разводят по замесу. Дерутся тогда, когда им нужна макроигра. И тимфайты на данный момент Айжи Виталий больше помогли. А вот личный скилл... То есть на линиях-то все хорошо было. Охромает, да. Я говорю, что у них еще при этом есть супер. Который каждую драку с собой таскал к минимуму один вард. И начинается, например, вот здесь файт. Вард уже стоит. Там начинается вот здесь драка. Вард уже стоит. И то есть вся команда, просто имея визжен, начинает воевать. Ну, с пониманием того, где находится враг. Что им нужно заменеджить и так далее. Я вообще не успел Сокату только что поднять на вью улетающего. ОД, он стукнулся в него и что-то потерялся. Мне казалось, кстати, он успевал. Я тоже думала, сейчас уже и... Да нет, потому что обычно ты в таких случаях, когда противника тебя мансует, либо через мув клавиши двигаешься, либо через клавиши атаки. Чтобы вот твой герой не стал что-то обходить, там выдумывать и так далее. Здесь он, видимо, кликал сам, поэтому когда выяснилось, что проход закрыт, его герой просто развернулся. 15 тысяч преимущества. Минус две стороны, но здесь барак добить. Меня 260 кп свободы труда не составит. Аегис в СФ имеется. Можно забрать Т1 без каких-то проблем. Я думаю, что дефить вот эти два тавра Тиммакс точно не станут. И уже защищаться на своем хайграунде. Ну и бабочка у герокоптера. Может быть попробовать за счет этого как-то в Дрексе спозиционировать Авери, то что он теперь стреляет и больно, и быстро. И можно просто где-то ошибиться, не среагировать от того, что он довольно плотно бустанул свой ДПС. Но вне хайграунда, в любом случае, я не рекомендую это делать, потому что еще и Кирас появляется у ДК. Теперь будет еще сложнее пробить Айджи Виталити. Сколько у него армора сейчас? 37. Неплохо. При этом он может гипотетически, взяв 20-то левел, еще улучшить, взяв левый талант на главный эффект Драгонблада и получить еще 12 армора. Аегис пропадает у СФа. Им прыгают у нас на Дума. Он находит Дума. Но будет совсем неприятно терять Дума, потому что у Дума нет Байбека, и ультимейт он ни в кого не дает еще. Дальше начинают фокусить Найт Сталкер. Найт Сталкер под Меледиктом, минус. Ну и дерется у нас Герокоптер 1 против всех. Да, живет он достаточно долго, но сейчас получают станчик от Драгонайта и уже его не спасти. Девауэр, также минус. Это Гудгейм Волплейт. Трипл килл для Сакаты на СФчике. И Гудгейм Волплейт прописывает у нас Тим Макс. Поздравляем. Айджи Виталити с победой на первой карте. Они, на мой взгляд, сыграли достаточно уверенно. Если на линиях были проблемы, то потом они реабилитировались просто за счет командной игры, замесов и передвижений по карте. Грамотно. То есть графики открыть по... Например, там, по XP, по Netverse и так далее. Видно, где и когда это случилось. Где кто ошибился и когда... То есть, что, собственно, произошло. Пошли, нафидели. И вуаля. Появляется куча слотов, с которыми ты уже хорошо дерешься.